здравствуйте друзья перед тем как уйдет в ночь наш корабль наша каравелла иммиграционная мы зачитываем вопрос который ответим по дороге здравствуйте михаил светлана в продолжении темы воспитания детей в частности о тонкости или хрупкости кавычках и то и другое нынешнего подрастающего поколения за сим у меня вопрос не является ли данное явление следствием избыточного изобилия в обществе извиняюсь за масло масляное действительно так изобильно все вокруг и как я понимаю вы считаете что это надо принимать не пытаться перебороть ну куда же объединять то уже но ведь по сути это изнеженность избалованность плавно перетекающая в эгоизм и далее эгоцентризм а дальше измена родине там эмиграция все такое да но тут остановилась на эгоцентризм в итоге дети вырастая остаются инфантильными со всеми вытекающими проблемами для себя и окружающих зачастую они продолжают жить с родителями будучи уже взрослыми дядями и тетями и тут возникает вопрос а стоит ли этому потакать дабы не быть голословным приведу три примера так тут у нас светлана присоединяется присоединяйся светлана присоединяется значит три примера первые два мои друзья в россии видимо два два примера это два друга которые выросли со мной в достаточно непростые девяностые оба товарища в дальнейшем на мой взгляд в полной мере реализовали свой потенциал один стал кандидатом физмат наук ученым программистом второй юрист в банке хотя могли бы вот на рынке торговать правда ну вот они реализовались у них обоих есть братья которые росли уже в относительно жирные двухтысячные такие масляные такие нефтяные маслицем и оба не смогли получить даже средне специального образования живут с родителями это два примера третий пример у жены коллеги есть сестра с 9 10 класса покатилась по наклонной однако родители нашли выход отправили в израиль служить в армию они галахические евреи была испорченными испорченная пьянками гулянками девочка подросток а теперь боевой офицер всем войскам этом пример и от себя заводить и прекрасно себя чувствует значит а чё она в российской армии не послужила вот это странно тоже да надо это за границы куда-то могла бы в этой армии служить могла бы уехать в америку получить политическое убежище служить в американской я я шучу я шучу я просто письмо читаю все друзья мы письмо зачитали то есть вопрос на самом деле свет такой окошечко вопрос такой общество как бы слишком изобильная создает много возможностей и дети вместо того чтобы хотеть чего-то уже ничего не хотят не развиваются и в общем погибают у нас на глазах все значит кондиционер включаем поехали ну что следовая начну может быть вопрос непростой дело в том что есть как бы прогресс понимаете и прогресс всегда движется в общем то в одну сторону с отступлениями там всяко бывало но тем не менее вот здесь нет некоторое такое движение вперед и я помню когда изучал страхование когда лицензию получал и там интересные цифры были что две в 1900 там не помню пятом году продолжительность жизни в сша друзья в сша продолжительность жизни мужчины была 45 лет ожидаемая средняя эти 45 лет а вот когда например в 30 там каком седьмом восьмом году значит президент рузвельт тогда эту реформу провел социального страхования и вот у нас появилась вот этого система социального страхования средняя продолжительность жизни мужчины было 62 года и вот когда приняли пенсию до что человек на пенсию выходит 65 это было на три года больше чем ожидаемая продолжительность жизни мужчины вот поэтому а сейчас еще больше да там еще лет на 15 выросла значит поэтому учет тут говорить конечно когда у человека есть необходимость преодолевать трудности он как бы крепчает с другой стороны среди этих трудностей есть например такие как инфекционные заболевания которые приводят к эпидемиям да мы же не хотим вернуться на 100 лет назад когда каждый человек должен был как-то зарабатывать все сам на жизнь пусть он живет там на 30 лет меньше там нормально хотя все таки мы за то чтобы устранять какие-то проблемы и давать больше простор человеку и чтобы у него его креативные как бы его способности развивались и переключались на что-то более серьезное недоступное сегодня вот одно дело ты за хлеб насущный значит сражаешься там по 16 часов в день а другое дело в этом пятичасовой писать пятичасовой рабочий день и ты можешь и искусством там и читать и писать и так далее есть еще один момент который я хотел значит тут затронуть есть известный случай когда по моему году 3 тоже в 37 38 президент рузвельт получил письмо от выдающегося экономиста американского тех времен который сказал ему что нужно что-то делать и от этого в свое время там система налогообложения поменялась вот как нужно что-то делать чтобы люди были заинтересованы в том чтобы работать потому что говорит он производительность труда так быстро растет что еще немножко и в каждом доме будет автомобиль достаточно еды достаточно одежды и всякая мотивация к труду исчезнет и вот это была проблема понимаешь вот сейчас у всех вот это будет но дальше выяснилось дальше выяснилось что есть как бы два типа потребностей вот есть потребности значит количественные есть потребности качественные например если в семье нет ни одного автомобиля то у этой семьи потребность количественно ей нужен какой-нибудь автомобиль какой-нибудь пусть самый дешевый и самый простой пусть он ломается там каждую неделю но но какой-нибудь автомобиль а качестве речь не идет когда в этой семьи появляется немножко денег она хочет чтобы автомобиль был получше потом семья говорит это неплохо и два автомобиля иметь а потом и три автомобиля иметь вот когда например у нас дочь была взрослая внутри автомобиля на три человека потом дальше что начинается какой это автомобиль или это там поддержанная тачка или это новый автомобиль а новый автомобиль может быть там я помню время когда за 8000 можно было купить тойоту королу новую значит да и сейчас можно тысяч там за 12 13 14 купить на маленькую машинку будет совершенно новая машинка а можно купить там за 130 тысяч теслу ну всякую всякие так и за не за больше можно поэтому на что получается по большому счету движение человечества вперед не ограничивается тем что все меньшим и меньшим трудом человечество в состоянии поддерживать себя на плаву вот поэтому как безусловно я согласен что вот есть некоторое беспокойство и это факт жизненный что какое-то количество людей какое-то количество людей может сказать и говорят периодически что мне много не надо я вот тут вот сел вот тихонечко да вот там пиво там на пиво я заработал там все остальное мне больше ничего не надо ну там пицца там чипсы я не знаю что там еще бывает вот и вот такие дауншифтеры да они не надо безусловно это имеет место быть но это не является таким уже прямо я не знаю доминирующим фактором в жизни общества даже такого жирного общества обожравшегося как американское здесь нет такого я я не вижу ну то есть наверное есть сколько людей до мной но это не не проблема всей страны светик что ты скажешь да я в общем то у меня немножко другой взгляд на это давай конечно это все на самом деле я очень много раньше думала об этом вопросе потому что даже среди нашей эмиграции или среди людей которые приехали 25 лет назад и выучились в школе и работают уже очень много лет у нас вот прошлом году 20-летие школы да и мы встретили этих людей через много-много лет они уже там успешно работают все и несколько человек если бы один я бы еще знаешь как-то это проморгало а его несколько человек мне сказали что у них выросшие дети дети которые были привезены сюда маленькими соответственно родители не могли им уделять достаточно времени тоже нужно было просто выживать заброшенные они не то что заброшены они были в школе хороших школах ну в смысле да где они жили выбираю государства но хорош это не советские школы да вот таки были хороших школах может быть это бабушки были может быть что-то но вот несколько человек мне сказали что дети выросли в одном случае там ребенок вообще не хочет нигде не учиться и работать просто то есть его куда не приведут он отовсюду уходит а в другом случае дети живут с родителями может там чего-то работают тоже сильно не ломается даже образование жить отдельно не хотят ходе это правда у нас жилье отдельно дорого стоит конечно и выгодно жить с мамой и с папой тогда у него остается больше карманных денег тут выгода-то понятно со мной до но вплоть до того что они ну естественно не за собой не убирают посуду не моют пиво в холодильнике возьмет выпьет и друг и бутылочку не поставит чтобы когда чем не то что курса работы из гаража бутылочку в холодильник не поставит чтобы когда там папа придет чтобы ему холодненького выпить и я в общем-то думаю это в общем то проблема да потому что мы все хотим чтобы у нас были дети состоявшиеся и успешные по жизни и все такое прочее иждивенчество всегда было проблемой да и в наше время тоже да значит но понимаешь я стала думать собственно а как найти вообще вот то место где все начинается и кончается да то есть вот можно ли что-то сделать сознательно и это самое значит стала я думать и думаю так значит взрослый человек уже состоявшийся да он пальцем не пошевелит если ему чего-то за это не будет хорошего я имею ввиду да ну то есть должен быть смысл что-то делать да то есть в принципе все даже это и животное относится к людям относятся то есть если тебя ничего не стимулирует то твое самое естественное состояние это как бы вот он так вот ничего не делал дети в отличие от взрослых они любознательны даже если им ничего не нужно они пытаются естественным образом что-то такое познать другое дело что система образования и взрослые может быть семье тоже пытаются принудить детей делать что-то не то что им любопытно например да что-то совсем другое но вот пример такой что для сравнения да если взрослого человека посадите за парту чтобы он сидел там а четырех уроков там до шести шесть часов да сидел и учил то чего он совершенно не видит никакой ценности в этом а у нас много студентов говорят не знаю чего я сижу там во время за я теряю вот это совершеннейшее как бы бездарно потраченное время и взрослый человек просто либо он бросает либо он все-таки стимулирован там какой-то работы и так далее а ребенка нет никаких стимул вообще не понимает что он там делать в этой школе просто они вообще эти дети просто гении что они высиживают это все время а кто-то из них еще и хорошо учится поэтому конечно сама система образования построенная традиционным образом она уже сегодня как бы не вписывается в эти рамки раньше дети как миша говорит они были стимулированы тем чтобы находить школу получить работу там иметь кусок хлеба еще лучше с маслом еще лучше я не могу сказать что в наше время все дети были стимулированы систем такая была ходишь и по ну все ходят и ты возникла и сейчас но сам значит это первыми второй момент вот это счастливая пара любознательности детская она продолжается до лет их 12 до периода вот когда начинается мальчиков и девочек периода головосозревания в этом моменте родители знают что дети со мной совершенно невменяемые они того что бы то ни стало хотя доказать свою самостоятельность наоборот делал все вопреки но начинают подростковые разговые проблемы да поэтому получается что вот этот самый благодатный период для того чтобы что-то в детей вложить такое разумное доброе вечное это фактически до вот этого возраста когда они еще готовы слушать когда они открыты и если в этот в этот период ничего не сломать да в их системе развития и вот этого интереса к жизни любознательность и так далее а наоборот направить на хорошее русло то опять никто ничего не знает но может быть вот таких проблем с тобой в старшем возрасте не возникнет это конечно чисто гипотетически это я как придумала все себе да как картинку но очень важно например да живой пример родителей то есть если папа там лежащий на диване или мама там смотрит сериалы с утра до вечера то наверное этому ребенку не к чему стремится знаешь что я видел абсолютно противоположные схемы вот папа алкоголик дети там на дух не переносит или там что помимо образование общественное то есть система там школьного образования публично очень важно с ребенком разговаривать вот это очень важно иметь контакт вот это да когда его вот эти вот зернышки интереса да родители помогают им прорасти каким-то образом потому что этот период длится очень недолго косочный к сожалению родители же большинстве с вами да они воспитывают детей либо так как их воспитывали в лучшем случае они немножко анализируют как вы воспитывали думать нет это было плохо а я должен поступить здесь немножко по-другому и это более лучший вариант то есть он хотя бы осмысливает а в основном воспитывать как их воспитывать я сидел и ты сиди я делаю ты делай да я вот слушаю тебя в этом разные мысли роятся вот у меня есть мысль такая что все-таки подавляющее большинство людей они даже если они очень любят своих детей не очень хотят в них что-то выложить и так далее и так далее они все-таки непрофессионалы они не могут они могут дать его любовь они могут дать им внимание какой-то поддержку но они не могут вот уж прямо вот так с ними работать больше того свет больше того мы с тобой знаем людей которые профессионалы именно в этом профессионалы и уж казалось бы своих-то детей да они могли бы объ rolity а у них конфликта них раздрай У них там все что угодно То есть я что хочу сказать, что все-таки живой человек Понимаешь, помимо того, что мы Можем на него воздействовать Общество воздействует, и семья воздействует Он еще с чем-то приходит в этот мир Понимаешь, с чем-то своим И вот хоть и что Нет, конечно, это безусловно Мы об этом говорили в прошлый раз Поэтому я сейчас об этом не сказала Дети-то все разные И одной метелкой их всех не заметешь, конечно В том то же и дело, что если родители Чуткие достаточно И как-то понимаете Чуткие Да, вот это чуткие Услышать, понять Вот эта девочка, которую привели пример в письме Которая ушла в полный раздрайв И только армия ее спасла Но скорее всего была такая красная девочка Которая сорвила голову Но у нее не было условий для самореализации Поэтому она пошла там, куда она там Ванда пошла, в наркотики Ну, со штаной И армия для нее была хорошим решением И для каждого ребенка будет армия хорошим решением Понимаешь, поэтому Умение родителей, да Понять, что у них за ребенок Все-таки, да Как-то проденцировать Я помню, что вот Но у меня папа, он как бы военный Ты знаешь, я так Даже сейчас с юмора воспоминаю Что поскольку папа был такой Он строгих правил То вот мой брат старший, он учился на мехмате МГУ Это на самом деле очень эксклюзивное такое место Иди поступи туда Но и там свои как бы традиции Там я не знаю, что Папе не нравилась прическа Брата моего Как-то, ну он такой короткий очень Прическа, что ты ходишь как уголовник Вот И он, значит, периодически Приговаривал вот эту фразу Он говорил Надо было тебе в армию пойти Там бы из тебя человека сделали Вот Вот, поэтому То есть привели бы к общему знаменателю Конечно Вот как привели человека к общему знаменателю Вот он сразу стал человеком А так, когда он какой-то вот, понимаешь, там Индивидуалист Тогда, конечно, вот он еще не человек Ну, что же Светик, тема бесконечная Тема бесконечная Она очень сложная Но в ней есть какие-то фундаментальные вещи Которые можно так на них заосрить внимание Это, во-первых, слышать своих детей Это то, что мы можем сделать Это то, что мы можем Это уважать их достоинство Причем, понимаешь, как вот, например Уважение достоинства ребенка с малых лет Да Мы уже, помнишь, говорили это про то, что Кто кого учит курицу Яйцо или яйца курица Да Поэтому уважение водостойства Сегодня дети такие уже развитые и маленькие То, что им нужно прислушиваться Они в жилище И с самых ранних лет Уже это в наших силах Да Если ты в ребенке был Есть вещи, которые мы можем контролировать Поэтому Да, и вот это уважение к ребенку И нахождение вот этого контакта До подросткового периода Я считаю, что это закладывает Очень серьезный фундамент Того, какой будет в жизни Я думаю, еще знаете, что Вот от себя добавлю Очень важно, какую планку вы ставите перед ребенком Вот вы ему говорите Вот ты живешь, да Вот ты должен Вот это, вот это От тебя ожидается Вот это, вот это Если ребенок видит Что планка, которая перед ним поставлена Недосягаема Для него Он уйдет куда-то в отбой Не совсем так То есть это правильно И неправильно Хорошо, ты поправишь меня Да Мы видим Пишут на эту тему Я читал неоднократно О том, как в семьях Где родители Как бы на очень высоком уровне Находятся в своих достижениях Их дети Их дети Не хотят ни к чему стремиться Я тебе сейчас отвечу Отвечу, солнышко Дело в том, что В природе дети все разные Если ты ребенку С очень активным Красным вектором Не будешь ставить Высоких достижениях Такие заводные лидеры Да То он наоборот Бежит издом Что-то такое Он еще делать непотребное А другому ребенку Коричневому Ему наоборот Нужно буквально Один шажок Это тайм Да Наоборот Не перегрузить Поэтому Понимание важно С каким материалом Ты имеешь дело Вот это очень важно Ну, тем не менее Тем не менее Значит, безусловно Дети разные И типологии Разные есть И понимать Как бы типологию Своего ребенка Тоже очень важно Потому что Света говорит По векторам Она использует Терминологию Значит, векторный Векторного анализа Но Все-таки Есть такая проблема Как завышенная планка То есть Если родители Сами чего-то добились Так И они ждут От своего ребенка Чего-то И если этот ребенок Сам от рождения Не боец Да Бывает Мы знаем Мы знаем Когда там И родь папа академик Сын академик Это тоже бывает Или там Папа композитор Сын еще лучше композитор Это бывает Но просто А бывает Что ребенок Не соответствует И вот его Ставят ему планку Которую он Ну никак И он отрубается И вообще Детей планки Это плохой Даже термин Потому что Ожидание Нет, нет Ну правильно Вот именно Ожидание Сегодня уже Вся наука Педагогическая Психологическая Они все говорят Что Дай ребенку Быть Тем, кем он есть Не надо ему ставить планку Пусть он сам себе поставит планку Это будет планка Ну, солнышко Жизнь ставит Семья ставит Жизнь Жизнь Файн Но когда это его Мера ответственности Его собственная Он говорит Я хочу быть там Куда-то Да, я туда иду А когда ты говоришь Нет, ты будешь музыкантом Ты будешь музыкантом Ты давай Будешь заниматься музыкой Это совершенно другая планка Ты посмотри Что у нас на канале делается Вот мы Периодически говорим Там на какие-то Мотивационные темы Да И у меня Половина всех вопросов Одна половина Значит там Пайтон или Джава Ну, я имею С вариантами А другая половина Как быть Потерял мотивацию Или никогда не было мотивации Ничего не могу делать Ничего не хочу делать Как мне быть Вот же ж оно Ну, конечно Потому что родители не могут И от семьи И школу тоже После школы тоже не может Плохо, да? А потом он сталкивается С обществом Да И возникает конфликт Я как болезненно переживал Все-таки мы когда в школе учились Мы в каком-то таком Выдуманном мире жили То есть от нас Ну, как бы Скрывалось, да? Многое из того С чем сталкивается взрослый человек А когда ты на это налетаешь И когда ты видишь это все Ну, в наше время Это вот Партия Комсомол Ложь на каждом шагу Лицемерие Двуличие Там и так далее И когда ты с этим сталкиваешься Когда все не по-честному Да Понимаешь? И Ну В общем, друзья Это вопрос очень сложный, да? И, конечно, так вот Нету даже решения однозначных Не то, что там Можно сказать Ну, так поговорить можно В общем смысле Контакт с детьми Желательно иметь Ну, я думаю, что на самом деле Человек, который вопрос задавал Он хотел получить какое-то, может быть Направление Для мысли, да? Для мысли, да Я думаю, что направление мы осветили Да, мы с разных сторон посмотрели Меня порадовало, что мы с тобой по-разному видим Потому что это дает людям больше возможностей Правда? Вот Давай мы поблагодарим всех, кто нас слушал Да Давайте нам сложные вопросы Давайте сложные вопросы А не про Пайтона Джава Про Пайтона Джава, да Значит, друзья Мы вели этот репортаж Из раскаленной Кремниевой долины Где корпуса Микросхем Средней и высокой степени Интеграции Оплавляются От жары Понимаете? И вот мы Ведем этот репортаж В кондиционированном салоне автомобиля Только этим спасаемся Счастливо вам И задавайте хорошие вопросы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok